Прежде чем мы начнем, я хочу сделать небольшую ремарку. Я уже не снимаю где-то больше недели, потому что у меня было катастрофически мало времени, и также я заболел, и до сих пор болею. Поэтому, возможно, это как-то может отразиться на ролике, за что я вас прошу прощения. Говорят, что метисы рождаются очень красивыми. Сегодня я буду скрещивать русскую и африканца. Я хочу сразу сказать, что я максимально толерантный человек. Мы не будем сейчас выявлять там самую лучшую нацию, самую сильную нацию, потому что это просто абсурд. Все мы равны, я надеюсь, что каждый из вас это понимает, но если нет, то я попрошу вас просто выйти отсюда. Выйди, разбиник, как сказал Базиленский, и давайте мы начнем наш эксперимент, потому что это будет очень интересно. Я нашел прекрасную русскую девушку, которую зовут Мария Смирнова, но теперь пришло время найти африканца или афроамериканца. Кенни Джавара, ребятки, это наш африканец. Я заметил, что вам понравился такой формат, когда я скрещивал альбинос африканца и африканку. Это видео зашло, и, пожалуйста, напишите в комментариях, какие нации мне скрестить уже в следующем видео. Я не думаю, что сейчас остались какие-то чистые нации, хотя это, опять же, да, неправильное слово, но надеюсь, что вы меня поняли. Потому что, ну, все мы уже, наверное, смешаны. Вот, допустим, я. Я живу в Казахстане, и я являюсь казахом, но при этом у меня есть близкие предки, которые являлись украинцами и также татарами. И мне было очень интересно, конечно, узнать историю своей семьи. И давайте будем знакомить наших ребят. Итак, это у нас Кенни Джавара и также Мария Смирнова, наша Машенька. Хорошо, давайте познакомим их вместе. Надеюсь, что у них все заладится. Я уверен, что такое в жизни уж точно было. И мне просто интересно посмотреть на детей, потому что реально говорят, что Метисы рождаются очень красивыми. Ну, это, наверное, опять же, да, стереотипное мнение какое-то, но сегодня мы его проверим в нашей любимой игре Sims 4. Итак, нам нужно будет строить сейчас романтические отношения, хотя это можно будет сделать с помощью нашего мода. Итак, я веду сейчас им отношения на 100%. Но посмотрим, как у них все будет. Надеюсь, что у них все заладится. Итак, романтика заключить в объятия. Первый поцелуй. Итак, ребятки, это просто исторический момент, и мне реально безумно интересно, что же у нас получится в итоге. У них будут очень красивые дети, я в этом уверен. И давайте мы отправимся сейчас к нашей кровати, которая находится здесь, и зачать ребенка. Пишите в комментариях, знаете ли вы свою историю, и какой вы нации, потому что это реально очень интересно. Я знаю, что мы подписчики с разных стран и, конечно же, разных, совершенно разных национальностей. Возможно, какие-то национальности я даже не слышал и не знаю. Так что, ребята, пожалуйста, пишите в комментариях, я буду рад все это почитать. Можете написать свою интересную историю семьи в комментариях. Я думаю, что многим будет интересно почитать. И давайте посмотрим, беременна ли наша Маша или нет. Я хочу сделать побольше детей, чтобы посмотреть на них. Беременность. Она не беременна, к сожалению, поэтому попробую зачать ребенка снова. Почему-то не получилось. Очень странно, но ладно. Попытка не пытка. Делаем во второй раз, и надеюсь, что сейчас уже все будет отлично. Я очень рад, что смог найти данных персонажей в галерее. Это было, конечно, не очень легко, но я смог. Я надеюсь, что я выбрал правильных персонажей. И они похожи на свои национальности. Кстати, под предыдущим роликом опять было очень много споров насчет альбиносов. Вы писали, что не нужно было выбирать красные глаза. То, что у них на самом деле голубые глаза. Но, ребята, как у них могут быть голубые глаза, если у них вообще отсутствует пигмент цвета? У них нет никакого цвета глаз. Прежде чем снимать ролик, я, конечно же, изучал информацию. И было написано, что у альбиносов именно кажутся глаза красными. Именно кажутся, они не являются красными. Я не говорил, что у него красные глаза. Я сказал, что они просто кажутся красными из-за кровеносных сосудов. Я, кстати, даже изучал это в школе еще по биологии. Так что, ребятки, я не знаю, кто прав, кто не прав. В нашем случае, получается, смешиваются две расы. Это европеоидная и также негроидная раса, если не ошибаюсь. И МС командный центр, МС беременность. И она снова не беременна. Что такое вообще происходит? Почему? Второй раз подряд у нас ничего не получилось. Что, конечно, досадно. Очень досадно. Но давайте попробуем еще. Почему-то у нас две расы не хотят смешиваться. Не знаю, почему так. Но давайте, возможно, в третий раз все получится. И мы, наконец-таки, посмотрим на наших маленьких детей-метисов. Итак, ну-кась, просыпайся. О, она беременна. И мы сделаем прямо сейчас роды. И еще мы сделаем побольше детей. Допустим. Ну, давайте сделаем вот так. Хорошо. Назад. И я думаю, что пора купить кроватку. И посмотрим на наших маленьких детей. Посмотрим, на кого же они будут больше похожи на маму или на папу. Потому что, в принципе, все должно быть 50 на 50. Итак. Родить ребенка. Давай. Родить ребенка. Все, ребятки. Момент истины. Сейчас будет знаменательный момент. И мы, наконец-таки, увидим наших детей. Детей наших прекрасных родителей. Итак, я ускорю. Ну же. Мне уже не терпится узнать, кто это у нас. Васиф. Васиф. Хм. Нео. И также Энфирен. Энфирен. Вау. Впервые. Вот каждый раз я впервые слышу эти имена. Но это здорово, что каждый раз у нас все по-разному. И пришло время теперь сделать их старше. У нас три чернокожих ребенка. Которые, видимо, пошли в отца. Но посмотрим, ладно, что будет у нас в кассе. Итак. Ну, можно сделать старше? Первый ребенок. Это у нас Васиф. Вот он, Васиф. У которого, кстати, волосы, как у отца. Посмотрите. Цвет кожи и цвет глаз. Вау. Так. Интересно. Смешение получилось. Что у нас тут? Сделать старше. Ну же. Почему ничего не получается? Видимо, кроватка загородила место. Не понимаю, почему кроватки спавнятся именно возле кровати. Это неудобно. И это прям заграждает путь. Но, ладно. Стать старше. Даже если ваша симка будет рожать в больнице, то кроватки все равно появятся именно возле кровати двуспальной или любой другой. Это странно. Почему не в рандомном месте где-нибудь? Или, не знаю, посреди комнаты, а не именно возле кровати. Вот наша прекрасная девочка, у которой серые глаза, как у матери, но при этом, опять же, волосы, как у отца и цвет кожи почти как у отца. Почти. Но не такой прям. Чуть светлее, чем у отца, как мы можем заметить. Сейчас мы зайдем в кассу, там все посмотрим. Но дети прям необычные. Вот реально необычные. В них есть что-то такое особенное. И, ну вау, ребятки, посмотрите, эта девочка прям как будто африканка. Хотя ее можно назвать, наверное, мулатка, да, или как будет правильней. Ну, метис. Да, девочка метис. Так, давайте дальше. Еще одна девочка у нас осталась. Сделай старше. Кстати, как там правильно, метис или метиска? Потому что ведь нужно употреблять феминитивы или как они там называются. Давайте дальше. Что у нас тут? Кто у нас тут? Энфрен. Давайте посмотрим теперь на нее. У нее тоже серые глаза и темная кожа, черный цвет волос. Причем у всех черный цвет волос. У матери ведь не черный цвет волос, у нее более такой, знаете, каштановый что ли. Давайте уже отправимся в кассу и посмотрим на детей. Мария Смирнова, а также Кенни Джавара и их прекрасные маленькие дети. Итак, нам пришло время сделать их старше и посмотреть, какие же они у нас вырастут. Это наш Васив Смирнова почему-то. Я не знаю почему, но ладно, хорошо. Пускай будет такая фамилия. Так, смотрим. Смотрим, смотрим, смотрим. Он очень сильно похож на отца. Хотя цвет кожи у него чуть светлее, наверное, да? Давайте посмотрим. Вот его цвет кожи. А у отца какой? У отца намного темнее, как можем заметить. Цвет глаз у него тоже, как у отца. Губы, наверное, тоже, как у отца. Посмотрите. Вот только нос и глаза, как у матери. Переходим теперь к Нео Смирнова. Итак, я делаю ее старше. Это какие-то очень экзотические дети у нас. И я хочу убрать вот это. Вау! Ребятки, просто вау! У меня нет слов. Это что-то божественное. Нереальная красота. И я даже не знаю, что еще сказать. Но это очень красиво. Я даже не думал, что получится вот так. Но почему она раздетая? Давай одевайся. Но она реально очень красивая. Я в шоке. То, что мы смешали две разные нации. И получили вот такую красоту. Даже вот прическа выбралась нужная. И, блин, ребята. Я просто в шоке. И я теперь хочу согласиться с тем, что метисы рождаются очень красивыми. И у нее губы, наверное, как у матери, да? Да, скорее всего, как у матери. Что у нас с глазами и носом? Глаза, как у отца, наверное. И нос, как у отца, скорее всего. Цвет кожи. Цвет кожи точно такой же, как и у Васифа. И, блин, ребята. Я прям в шоке. Я реально в большом шоке, что получились такие дети. Мне кажется, что я не зря провожу такой эксперимент. И вау. Просто вау. Хорошо, давайте теперь перейдем к следующей девушке. У меня реально никогда раньше не получались такие красивые персонажи. Мне реально очень нравится такая внешность. И переходим к следующему ребенку. Но, опять же, да, это все зависит от предпочтений и вкусов. И красота, это вообще относительная вещь. И, допустим, для меня эта девушка может быть красивая, для кого-то нет. Как бы, да, тут все дело вкуса. На вкус и цвет товарища нет. Что у нас дальше? Это у нас Энфирен Смирнова. И давайте мы на нее посмотрим. Наверное, она очень сильно похожа на свою сестру. Да, они, кажется, даже близняшки. Они прям одинаковые. Кажется, они одинаковые. Неужели у нас все родились близнецами? У нее точно такой же нос, такие же губы, такие же глаза. И, скорее всего, ребята, они родились близнецами. Они очень похожи. Неужели это все близнецы? Даже он. Ну, у него внешность уж точно отличается. Посмотрите. Давайте мы уберем бороду. Хм. Губы, наверное, точно как у отца. Да. Он вот прям пошел в отца, кроме этих девочек. У девочки, кстати. Почему здесь волосы кажутся более бледными, чем эти? Хотя они одинаковые. Но здесь показывает, что нет. Хм. Странно. Но у них один и тот же цвет глаз. Один и тот же цвет волос. Ребята, мне прям хочется скрестить их еще раз. Я это сделаю, наверное, прямо в кассе. Давайте поиграем с генетикой. И теперь в кассе посмотрим, какие же дети могут родиться еще в такой паре. Итак, Мария Смирнова. Реально очень обычные дети. И... Кто у нас дальше? Вау! Ребята, просто вау! Можно я, пожалуйста, оставлю эту девушку? И... Я не знаю, ребята, но я прям в каком-то восторге. Я не знаю, ребята, как это писать, но это просто очень круто. И жалко, что раньше, когда я создавал персонажей, я никогда им не присуждал какую-либо нацию. Хотя это важно, ведь мы все, да, имеем какую-либо нацию. Хоть и не всегда какую-то определенную, но все-таки. Мне прям хочется взять и сохранить данных персонажей и оставить их где-то у себя. Потому что это просто невероятно. Мне кажется, я буду сейчас бесконечно скрещивать Кенни и Марию. Потому что, ну реально, у них просто превосходные дети. И давайте сделаем, наверное, теперь еще одного парня. Так, ну-ка, Мария. И сделаем парня. Посмотрим, какой же у нас будет парень в этой паре. Вот этот парень уже больше взял от своей матери. Посмотрите. Глаза, наверное, как у матери. Нос и губы. Вот такой вот у нас вариант есть. Цвет кожи здесь еще более светлый. И цвет глаз карии. И, в принципе, это все, ребятки. Я думаю, что мне уже пора заканчивать данное видео. Надеюсь, что оно вам понравилось. Пожалуйста, поддержите меня лайком, а также подписывайтесь на мой канал. А с вами был мистер Арманиус. Всем пока.